Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня, как ни странно, я возвращаюсь к теме монтажа в DaVinci Resolve. Это странно, потому что я сделал 5 скринкастов по DaVinci, а я никогда не делал так много скринкастов по одной теме, но при этом в комментариях люди просят еще. Ну что ж, если просите, сделаем еще. Тем более, что вышла пятнадцатая версия по бета и, конечно, неплохо было бы посмотреть, что здесь нового. В пятнадцатой версии есть одно нововведение, которое сильно меняет этот видеоредактор и ставит его в один ряд с великими. Но об этом чуть позже, а пока коротко о том, что здесь нового. Ну, во-первых, эффекты. Я не помню точно, сколько их было, но их явно стало гораздо больше. А чем больше эффектов, тем, понятное дело, больше возможностей. И, во-вторых, это уже кардинальные изменения, тут появились встроенные аудио-эффекты. Их немного, но все основное тут есть. Причем настройки эффектов, как и все остальное в DaVinci, предельно дружелюбные. Далее титры. Тут появилось огромное количество предустановленных титров. Можете поиграться, посмотреть, какие тут есть. Например, вот этот я точно помню, что видел в ролике от Great Big Story. А у Great Big Story очень крутые титры, они за этим следят. Поэтому пока на DaVinci не пересело 80% населения планеты, и предустановленные титры отсюда не заполнили половину роликов на YouTube, можете смело пользоваться. Тем более, что тут есть настройки по цветам, размерам и так далее, что придаст вашим титрам уникальности. Далее цветокоррекция. Ну, во-первых, такая приятная вещь, что луты теперь вынесены в отдельное окно и визуализированы. Собственно, мелочь, но очков дружелюбности добавляет. Естественно, по цветокоррекции добавлены новые фичи, есть изменения в настройках эффектов, но эта тема на целый скринкаст, а у нас скринкаст все-таки обзорный. Тем более, что мы переходим к главному нововведению, которому нужно уделить отдельное внимание. Вот это окно. Fusion. Что это? Изначально это отдельная программа по кейингу, композингу, работе с 3D-моделями и частицами, которую Blackmagic выкупил в 2014 году. До недавнего времени, точнее до выхода 15-й версии DaVinci, она существовала отдельно. Собственно, так она и называлась, Fusion. Распространялась так же, как и DaVinci бесплатно. Но алгоритм взаимодействия двух программ был, прямо скажем, не на высоте. Фактически, это были две отдельные программы, и для коммутации нужно было попросту перецифровывать ролики и перекидывать их из программы в программу. Конечно, по упрощенному алгоритму, но это все равно был не фэн-шуй. И вот в 15-й версии Fusion встроили в DaVinci, теперь для постобработки достаточно просто навести курсор на нужный трек и нажать Fusion. Появляется отдельное окно. Fusion, как и цветокоррекция в DaVinci, нодовый. То есть, каждое новое действие – это нода. То есть, сейчас у нас есть две ноды – входящие и выходящие. Все, что между ними – это уже спецэффекты. Вот библиотека эффектов. Их тут много, но дело даже не в количестве, а в возможностях, которые скрыты почти за каждым действием. Но есть достаточно простые штуки. Например, там glow – свечение. Упс, не туда. Если нода выделена, то программа вставит ее следующей за выделенной. Нам нужно выделить вот эту. Soft glow – вставили ноду, появился эффект. Если, кстати, ни одна нода не выделена, он вставит ноду в пустоту. Действовать она не будет. Тогда нужно нажать shift и потянуть ее к линии. Или шнуру. Я не знаю, как это правильно называется. И когда шнур посинеет, нода встанет на место. Далее по каждой ноде есть настройки. Мне показалось, что в DaVinci все немного упрощено по настройкам. Во Fusion их было какое-то несусветное количество, и каждая неприметная галочка могла полностью менять картину. Ну и дальше можно вставлять другие ноды, применять разные эффекты. Тут внизу вот есть переключатели, белые точки, которые показывают, в каком мониторе отображается нода. Во Fusion еще можно вот таким движением как бы закинуть ноду в монитор, но у меня это не срабатывает почему-то при записи скринкаста. Какой-то конфликт оборудования. Прокручивая среднее колесо мыши, можно подвигать экран. А если нажать на колесо и левую кнопку мыши, и подвигать ей, можно менять масштаб. А просто нажав на колесо мыши, можно двигать экран произвольно. Ну и собственно все. Работа во Fusion это непросто, потому что это все-таки профессиональная программа, которая открывает много новых возможностей. Вот например ролик, который полностью сделан во Fusion. Ну почти полностью. Его кстати делал Дмитрий Федотов, автор качественного видеокурса по Fusion. Так вот охватить всю программу в связи с ее сложностью в одном скринкасте невозможно. И в десяти. Да и в сотни тоже я боюсь. Поэтому скорее всего на этом мы закончим знакомство с Fusion, поскольку понемножку его изучать невозможно. И напоследок ложка дегтя. 15-й DaVinci у меня не работает. Точнее Fusion в ней не работает. Программа все время вылетает. Я думаю, что это проблема бета-версии, потому что отдельно Fusion у меня тянет и достаточно навороченные проекты. Поэтому я думаю не стоит спешить с переустановкой программ. Все любите друг друга, ждите стабильной 15-й версии. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий.